Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в студии Час Трендов. Мы поговорим сегодня о современном образовании через призму Христа. Так как я являюсь учителем в общеобразовательной школе, мне интересны эти вопросы. И я очень рада присутствовать сегодня. С нами Евгений Юрьевич. И мы, надеюсь, раскроем сегодня все вопросы и проведем очень интересную познавательную беседу. Здравствуйте, Евгений Юрьевич! Всех рад тебя приветствовать. Кстати, какой предмет ты преподаешь? Я учитель биологии. Между прочим, сегодняшняя тема будет для меня очень актуальной. И вопросы очень каверзные. Спасибо. Евгений Юрьевич, вот на сегодняшний день существует разная форма получения начального, среднего и общего образования. Ребенок может осуществлять образовательную деятельность в формате семейного обучения, также дистанционного, очно посещая образовательную организацию. Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание родителям, выбирая форму начального, среднего, общего образования своему ребенку? Такой у тебя очень хороший вопрос. Я себя чувствую сразу заучен. Знаешь, а тебе хотелось бы услышать ответ для верующих родителей, родителей христиан, или в целом это обращение к более широкой аудитории? Наверное, в целом, к более широкой аудитории, да. Ну, тогда мне надо сказать, наверное, как отцу, наверное, отчасти тоже и пастору, во многом выбор формы обучения зависит от индивидуальности ребенка. Это очень хорошо, что сегодня такая широкая палитра возможностей присутствует для родителей. Это значит, что у детей будет больше возможности получить качественное образование. И поэтому надо посмотреть, что было бы более удобно, полезно и хорошо для усвоения знаний того или иного ребенка, своего ребенка. И с этой стороны посмотреть. Вторая сторона – это мы можем сегодня уже провести аналитику. Существует немало профессиональных изданий, где можно оценить качество, эффективность, полезность той или иной формы. Вот совмещая все это и учитывая также график жизни родителей, так чтобы они не сдали детей куда-то в камеру хранения под названием школа, а остались родителями и имели влияние, участие и ответственность за воспитание, родителям необходимо принять решение, как будет обучаться их ребенок. Спасибо. А вот подскажите, пожалуйста, чем вы руководствовались, когда выбирали форму системы образования для своих детей? Хороший вопрос, такой достаточно конкретный, такой персонифицированный. Прежде всего, индивидуальность моих детей и доступность тех форм образования в нашем окружении. Например, в нашем районе есть хорошая физмор-школа, такой с хорошей специализацией в сферах таких точных наук. Кстати, там, надо сказать, есть в них и медицинский уклон даже, и поэтому наш старший сын учится там. Он получился в одной школе рядом с нашим домом. Качество образования оставляло желать лучшего. Он был лучший в классе, но, мне кажется, он особо ничего не узнавал. Поэтому, оказавшись в той школе, причем, надо сказать, не с первой попытки, он сначала самоуверенно пришел сдавать вступительные экзамены и провалил их. Уже через год он смог поступить. Он хороший ученик, ему дается знание не так легко, потому что уровень образования и участия преподавателей высокий. Вот наша старшая дочка, она училась здесь, в местном лицее. Много хорошего, можно сказать, но по причине ее особенностей само образование было неэффективным для нее. Требуется больше специализации, эффективность. Она родилась с дислексией, поэтому сейчас она учится в более такой частной форме преподавания и виден большой прогресс в ее обучении. Спасибо. На каком этапе начального среднего общего светского образования освоения школьной программы, ребенку следует познакомиться с христианскими истинами. И кто их должен познакомить? Библия достаточно ясно говорит, кто должен познакомить ребенка с Божьей истиной. Конечно, это родители. Это первая ответственность родителей. Ведь много предметов есть в жизни, к ним учебники существуют. Но самый важный, непростой предмет – это сама жизнь. И учебник к этому предмету – Библия, Божье Слово. Поэтому родители призваны помочь ребенку познакомиться с самой большой реальностью этой жизни с Богом, нашим Создателем. В целом, весь Ветхий Завет переполнен наставлениями, как родители должны передавать Божью истину, богопознание своим детям. Но если у детей родители неверующие или просто номинальные верующие, то, конечно, привилегия такого знакомства может случиться через их одноклассников, которые сами из верующих семей, то бишь через моих детей, детей наших чинов церкви, верующих людей. Это личное благовестие, получается. Да, ну, просто рассказ, например, тот же мой сын, старший, вышеупомянутый, он подарил всем своим друзьям Библию. И это хорошо. Также это мы, родители, мы можем праздновать вместе дни рождения наших детей, приглашая их товарищей, одноклассников. И тоже знакомство происходит. Ну и если Бог дал такую привилегию, например, как тебе, быть преподавателем, значит, нужно молиться, искать возможность, как познакомить, так же детей, больше, чем, может быть, требует школьная программа. Но дело в том, что сейчас это непросто сделать. Здесь, ну, я вполне это сознаю, вполне понимаю. И будет неразумно, если мы поставим такое требование для преподавателя в школе или в УЗИ, христианина или христианки, что они обязаны. И в то же самое время они не смогут как-то не искать возможности. Это говорит о том, что я могу возвещать не в какой-то форме, может быть, такой формализованной, а через какие-то личные отношения, через какие-то личные взаимодействия. Ну, в частности, я вспоминаю себя уже в старших классах. И я учился в гимназии, и после моей школы уровень гимназии просто превосходил меня на порядок. И я помню на уроке английского языка, а я поучил-то это еще и немецкий, и английский в школе, и все это было плохо. Я ничего не понимал. Все мои товарищи отвечали на вопросы. Я не понимал ни вопросов, ни ответов. И я подошел к преподавательнице и сказал, знаете, я ничего не понимаю. И она проявила ко мне снисхождение и стала со мной заниматься просто по своему желанию два раза в неделю. И, конечно, у меня сложились с ней такие более личные отношения. И я помню много не только уроков по английскому языку, но и ее просто жизненных наставлений, которые она передавала, общаясь со мной. Интересное свидетельство. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, как церковь может повлиять на современную, подрастающую, наверное, больше светскую молодежь и вообще в целом на нашу систему образования? И вот мы затронули личное благовестие. Только ли вообще личное благовестие может быть эффективным? Вот я знаю примеры других стран. Они активно ведут благовестие в государственных общеобразовательных учреждениях. Возможно ли перенять какой-то опыт других стран и внедрить некоторые приемы, формы или методы благовестия в школах России? Это очень интересный вопрос, Ксюша. С одной стороны, надо точно изучать опыт того, что и как происходит в сфере образования в мировом масштабе. С другой стороны, мы уже можем посмотреть назад и увидеть, что многие вещи применялись и использовались. Но в частности, когда была перестройка, во время перестройки, много разных организаций, христианских и где-то просветительских, светских организаций, пришли на территорию России и проводили свои программы, открывали даже частные школы. Некоторые, кстати, до сих пор функционируют, поэтому надо сказать, что уже опыт какой-то есть. С другой стороны, много что изменилось. И сегодня, это правда, почти не существует такой прямой взаимосвязи между церковью и школой. Ну да, конечно, какие-то особо титульные религиозные организации, вроде Русской Православной Церкви, либо где-то на Кавказе или там по Волжье, где-то в этнических национальных республиках, там ислам или буддизм, то мы можем какую-то связку такую увидеть, но даже и она имеет такую сдержанность определенную. Так что же нам тогда остается делать? Несколько вещей. Наверное, первое, просто верующий родитель наставляет своих детей, как жить с Богом. Так, чтобы Божья истина пришла в наши школы, в наши вузы, через наших христиан, школьников, студентов. Второе, сами преподаватели, верующие, они показывают хороший уровень обучения и заботы. Студентах показывают, что они не просто говорящие головы, ставящие отметки, но они также люди, которые заинтересованы в самих школьниках или студентах. В-третьих, существует много форм факультативов, которые точно можно использовать. Также существует возможность взаимодействия с родительским комитетом, когда можно организовать какую-то специальную программу на особо религиозный праздник, там Пасху или Рождество для родителей, что не является какой-то пропагандой, а неким просвещением и помощью. Во-первых, мои дети тоже участвуют в этой школе, они имеют регулярную в самой школе радиопрограмму, где дети мои могут тоже поучаствовать, и что-то на особый религиозный праздник, общепризнанный в нашем обществе, могут что-то рассказать. В-пятых, мы можем иметь какие-то программы обмена с другими странами, когда школьники идут друг к другу в гости, это тоже форма взаимодействия. Ну и в конечном итоге помочь родителям верующим не просто послать ребёнка в школу, но также и пригласить его друзей на какие-то семейные праздники, родителей, активно участвовать в родительских комитетах, так, чтобы создать некую платформу взаимодействия. Ну и ещё один момент, который, я думаю, сейчас, наверное, самый актуальный. Это обучение, такое частное обучение, онлайн обучение, создание каких-то программ дополнительного, внешкольного образования, когда я могу коммуницировать со школьниками, будь то особое репетиторство, либо даже лицензированное обучение, но уже в рамках какой-то специальной программы, специальной школы, где мы уже предоставляем обучение не через государственную систему исключительно, но через такой дополнительный инструмент. И вот эта сфера, я думаю, она самая сегодня актуальная, потому что, наверное, я уже много отвечаю на этот вопрос, но отчасти кажется, что образование чуть-чуть понижается в средней школе, и всё больше востребовано становится где-то репетиторство, частное какое-то обучение, а с другой стороны, по причине и известных событий, связанных с пандемией, онлайн обучение, преподавание, какие-то частные программы стали более востребованы и интересны, и эффективны, и здесь кажется, что христиане могли бы проявить особую инициативу. Ну и, конечно, ещё и влияние тоже негативное, где-то гуманистической системы образования тоже побуждает самих родителей, верующих и даже неверующих, задуматься об альтернативе. И вот здесь христиане могут проявить какую-то особую инициативу. Вот назрел у меня тоже вопрос, как раз по вашим мыслям, по поводу... Раньше христианская молодёжь она проявляла инициативу и приходила в школу на различные христианские праздники, религиозные, на Рождество, показывала какой-то спектакль, на Пасху тоже спектакль, пели рождественские песни или пасхальные песни. Вот я сейчас этого не замечаю. С чем это связано? Во многом это связано с тем, что стало больше препонов и ограничений. Просто для школы самой. Школа всё больше и больше закрывается от всякого рода религиозного, ну что точно, политического влияния. И это отчасти даже связано по отношению к, ну, может быть, не основным религиозным движениям. Допустим, если раньше Евангельская Церковь могла прийти и предложить программу пасхальную, чему был бы рад и директор, и преподаватель, и уж точно дети, то сегодня директор может засмущаться, потому что ему дадут такую разнарядку. Может быть, не обязательно чёткий приказ из министерства, но такой неписанный приказ, что и на слабных не приглашать или не давать платформы. Это одна сторона. Вторая сторона, ну, порой церквям нечего предложить, потому что сегодня уровень добровольческого движения в обществе растёт. И то, что раньше предлагали церкви, это было просто, ну, высокого уровня, скажем, недоступного для общей массы и общества. Но сегодня есть YouTube, интернет, плюс много разных добровольнических объединений, а церковь как будто бы не выросла. И по причине того, что уже есть более широкий выбор, ну, зачем нам, скажем, приглашать? А может быть, ещё есть одна причина, что сама форма подачи материала, она такая однообразная. И, ну, просто давайте мы устроим концерт. А, допустим, ну, сегодня думается, что не так много школьников, хотелось бы просто сидеть в зале и смотреть на концерт. Им хочется какой-то интерактив, хочется, чтобы взаимодействие, может быть, с их девайсами, каким-то образом, с увлечением их. И здесь нужно поменять саму программу. Поэтому я думаю, что это связано с объективными, субъективными факторами. Ну, это хорошее наблюдение. Даже я сейчас сижу и думаю, что ещё можно предложить и сделать. Но точно в этом надо вырасти, несмотря на, может быть, какие-то прибоны. А вот, допустим, сейчас, на данный момент, в школах имеются дополнительные образования, различные кружки. Может ли церковь как-то повлиять, ну, наверное, на администрацию или на министерство образования, заинтересовать родителей и детей и предложить в светских учебных заведениях доказать надобность кружка, допустим, по изучению Библии? Наверное, сейчас в нашей стране это не сработает. Был период, когда это было точно востребовано, когда были целые программы, приглашали, это было от школы до вуза. Даже где-то у меня тут на полках есть часть этих программ. Сегодня в нашей стране это не будет востребовано. Но это не значит, что такая вероятность и возможность исключена. Я думаю, что если верующие люди, ну, и я бы так сказал, что церковь, ведь прежде всего ее миссия это помогать верующим людям в жизнь с Богом. То есть церковь это не учебный институт, прежде всего место нашего богопознания. Но сами верующие люди, они могут прийти инициативу создать какую-то общественную, просветительскую, учебную организацию и предложить дополнительные услуги, которые могут носить сугубо светский характер. Просто хорошая образовательная программа. Но в рамках этой программы могут добавить какие-то элементы изучения Библии, просто чтобы знать. Или они просто благодаря своему качественному труду и помощи реальным школьникам, они могут добавить еще дополнительный опциональный модуль просто чтение, прочитать Евангелие. И это может оказаться очень востребованным и интересным. То есть это не в виде какого-то директивного, спущенного сверху формуляра, а это завоеванное право, доверие что-то дополнительное предложить. Надо же сказать, что в целом школьники, как только на них что-то давят, они сразу же сопротивляются. Но если у них есть возможность выбора и какие-то привилегии дополнительные, то это может быть очень привлекательно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как быть ребенку из верующей семьи, если попался по одному из общеобразовательных предметов учитель-атеист, который утверждает из урока в урок, что Бог – это вымышленная сказка. Скажите, пожалуйста, учитель при этом он имеет определенный авторитет во взаимодействии с администрацией школы. Как повлиять? Интересно то, что я, конечно, не встречал такого прямо откровенного, может быть, такого целенаправленного. Наверное, только уже будучи студентом. У меня на курсе философии была подмена одного преподавателя другим, и человек почитал нам буквально две лекции, и после каждой лекции он давал нам по десять аргументов, почему Бога не существует. Это было достаточно забавно, только укрепляло нашу веру, но все равно это было интересно. Я полагаю, что многие преподаватели, не могу сказать большинство, многие преподаватели точно исповедуют атеистическую концепцию, восприятие, происхождение, функционирование этого мира. Большинство преподавателей, вероятно, скорее в той или иной степени верующие, что даже в чем-то более опасно, потому что если у людей нет понимания подлинной сути веры, тогда они просто-напросто могут давать искаженную религиозную концепцию, как бы выдавая себя за верующих, а в сущности она искаженная. Все-таки более опасно, когда люди не понимают истину, но думают, что они понимают. Но все же, если так произошло, это подарок от Бога для верующих родителей, чтобы поговорить со своими детьми. Потому что это еще дополнительный учительный момент, который можно иметь с детьми для обсуждения, как или иначе они с ним столкнутся точно от кого-то, где-то, когда-то. И чем раньше, тем лучше мы сможем с ним прекрасно поговорить. Поэтому нисколько не стоит смущаться. И в то же самое время я бы сказал родителям, чтобы они сказали своим детям, изучайте хорошо, разбирайтесь в аргументации, в убеждениях, так, чтобы вы могли потом более обоснованно отвечать на те или иные аргументы. Да, это очень важно. Чем руководствоваться ребенку при поступлении в ВУЗ, если его родители настаивают на определенной какой-то специальности, а он видит себя в совершенно другой? И вот еще один вопрос, а если ребенок вообще себя нигде не видит? Итак, это надо ответить для ребенка или для родителей? Ну, наверное, и так, и так. Все-таки, да. Как быть здесь в этой ситуации ребенку? Потому что, в принципе, я сейчас стала замечать, что при поступлении все-таки дети мало руководствуются выбором. Да, светские. В основном родители, вот, не сбывшаяся моя мечта, медицинский ВУЗ, поэтому ты пойдешь именно в медицинский. А ребенку уже не остается выбора. Он изучает химиобиологию, хотя в химии и биологии, допустим, у него большие пробелы и трудности. Вот. Ну, если говорить с позиции вот такого старшеклассника, то не стоит... Конечно, вряд ли сейчас старшеклассник меня до конца услышит, но пусть Господь благословит его. Не стоит воевать с родителями. Стоит выслушать аргументацию. Стоит понять, почему они придерживаются или предлагают той или иной ВУЗ. И просто прислушаться. Все-таки родители могут ошибаться, но они точно желают хорошего. Поэтому просто так легко отвергать не надо. Это такой важный первый момент. Второй момент... Пораньше начать понимать свои способности, разбираться в них. Существует много полезных тестов, кстати, которые могут лучше видеть, какие навыки у человека способности есть. Это правда, что, может быть, родители подталкивают там своего чада в область медицины, но он или она едва понимает биологию, химию. Это точно не их специализация. Это будет очень тяжело. Может быть, им больше нравится литература, или прикладные, или, может быть, точные науки. Пускай посмотрят. Поэтому как можно раньше попытаться понять, что мне нравится, а что не очень. В чем мне хочется больше разбираться, а в чем нет. Третий момент... Если человеку вообще ничего не нравится, ничего не хочется, то это точно связано с тем, что человек мало думал, мало размышлял, возможно, придался больше развлечениям, каким-то забавам, и тем самым формировал ленность в своем мышлении, отношения, и нацветок дисциплины, просто игнорирование в важных вопросах отодвигания их на потом. И здесь, конечно, нужно помочь человеку подрослеть, подрослеть. Родителям я бы сказал такую вещь, что вы не сможете исправить упущение своего воспитания просто вот таким волевым решением, куда вы направите своего сына или дочери на учебу. Необходимо прийти в их жизнь как можно раньше, понимать сердце своего ребенка, понимать его способности, видеть реальность так, чтобы вместе вот этих вводок, поиск, где быть, принять разумное решение. Даже народная мудрость говорит, насильно мил не будешь. А Божья мудрость говорит, наставь юношу при начале пути, он не уклонится от него, и когда состарится. Поэтому нужно сейчас заниматься своим ребенком, когда он еще маленький, так, чтобы к моменту выбора вам было легче принимать совместно такое взвешенное, разумное решение. Но помните, даже если вы куда-то направите своего сына или дочь, это не значит, что теперь все решено. На самом деле, он, она, они нуждаются в вашем участии. Они нуждаются прежде всего в том, чтобы вы продолжали помогать им формировать характер. Знания, их можно приобрести. А вот характер требует участия старших людей. И поэтому постить себя как можно больше характеру, ну и просто постарайтесь, это очень трудно для родителей, быть максимально объективными по отношению к своим детям. Бог вам подарил таких детей, они уникальны, но это не значит, что они мегаспособны во всех сферах, которые вам хочется. Просто вот надо честно посмотреть и помочь детям найти то место, которое Бог для них определил, и которое точно лучше, чем просто вот куда-то их ввергнуть для выполнения там своей мечты или просто какого-то такого представления. Надо помочь ребенку, ну, найти то место, которое лучшее для него, а не лучшее для нас. Ну и самое важное, познакомиться и идти с Богом, ведь Он поможет и направит. И если родители так сильно обеспокоены просто получением детьми светского образования, что хорошо получать образование, но если Богопознание уходит на второй план, то все это образование, все эти навыки, способности, которыми вы будете их наделять, обучать, это все будет блекнуть и даже окажется бесполезным, если там нету Богопознания. Спасибо. Вот теперь, наверное, будут такие более частного характера вопросы. Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, сейчас общеобразовательные учреждения борются за определенный рейтинг школ, то есть и школы борются за рейтинг. Как реагировать педагогу-христианину на то, если его просят выполнять действия, которые идут против правды? Ну, все, что не по вере грех и хранение доброго имени – это важное слово, и Библия об этом говорит. И поэтому здесь нужно смело говорить правду, но говорить ее разумно, так, чтобы там директор, или руководитель, или подчиненные, они слышали, что я, как верующий, движим не ложью, не амбицией, не злом, а я хочу принести добро и пользу. И, допустим, если мы завысим школьные отметки студентам, школьникам, ну, рано или поздно это откроется, и это принесет много боли и вреда этим самим школьникам, и потом повредит репутацию школы. Поэтому я лучше буду помогать им вырастать в знаниях, пониманиях, может быть, обновлю программу или подход к обучению, так, чтобы мы достигли вот этого уровня ожидаемого, чем мы просто пошли легким, но на самом деле греховным, разрушительным путем. И в то же самое время, если меня будут заставлять и подталкивать, то у меня есть два пути. Во-первых, я могу просто еще раз заявить о своих ценностях к убеждениях как первичного человека и попросить просто не давить на мою совесть и не заставлять меня делать противоправные действия сущности, либо нечестные действия. Ну, а во-вторых, если ко мне не прислушались, то я просто буду вынужденно уволиться, но не буду участвовать в таких делах. Это разрушение во всех отношениях, но предложить альтернативу. Я готов и готова честно, усердно трудиться для того, чтобы добиться этого уровня. Как верующий учитель биологии должен преподавать курс эволюции? Если для экзамена ЕГЭ в системе образования нужна одна информация, которую пишут в учебниках, а разумом и сердцем, ты с ней абсолютно не согласен, но все-таки приходится это объяснять. Знаешь, где-то у меня есть на полке книга, учебник в одном светском вузе Германии. Написали его два автора. Одного я знаю, Зикрида Шерерова зовут. И это учебник вуза по биологии, где один автор, христианин, который исповедует креационизм, строение мира Богом. Второй автор, эволюционист, который исповедует проявление из ничего и эволюционный путь развития жизни на Земле. И они написали учебник, чтобы показать их взгляды, и чтобы студенты могли познакомиться с той или иной точкой зрения. И вот здесь, если я христиан, христиан преподаю биологию, я просто расскажу моим школьникам, чему учит теория эволюции. То есть, это не является моим исповеданием, это не является реальной правдой, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это даже заблуждение, но я расскажу им основательно, на чем базируется эта теория, какие ее составные части, и как она аргументируется. Так, чтобы школьники хорошо понимали, как в советское время некоторые верующие получали такую возможность учиться в УЗИ, и там был предмет, например, изучение философии марксизма, ленинизма, преимущества той или иной системы мировоззрения. Я учился, когда в УЗИ у меня был предмет социалистическая экономика, как лучший путь развития общества, и государства, и экономики. Ну, на мой взгляд, там было много заблуждений очевидных, но я хорошо овладел, сдал на отлично эту политэкономику, я знаю, чему там учили. Поэтому я преподаю это как некую теорию, в принципе, чем она, по сути, является, объясняя, показывая, на чем она основана. Ну, и так же, как верующий человек, я могу добавить, и никто не будет меня, наверное, за это ругать, я просто скажу, что это одна из теорий, которая существует. Есть также теория, но для меня она не теория, она для меня является истиной, это стволение мира, стволение мира Богом, о чем написано в Библии. Вы также можете познакомиться с ней, почитав Библию. И все. Вот только почитав Библию, потому что в книжках они ничего сейчас не пишут. Очень-очень... Я помню, что была такая попытка, была попытка, даже в Министерстве образования добавить в книгах, чтобы было несколько альтернативных теорий, но, к сожалению, преобладала более атеистическая позиция. Ну, и надо сказать, что сегодня все больше даже в номинальных христианских кругах поднимается и возвышается позиция так называемой теистической эволюции, то, что Бог использовал эволюцию, чтобы развивался мир. Поэтому ничего в этом удивительного нету, но не стоит сразу усмущаться. Просто мы говорим о теориях. Даже если я... Ну, как я стараюсь, должен быть как честным исследователем, и если вы спросите мое личное мнение, я скажу свое мнение. Ну, ради, скажем, справедливости для школьного процесса я скажу, что есть теория креационизма и есть теория эволюции. Вот сегодня могу изучать теорию эволюции. Два этапа. Эволюция, трансформизм, да, вот именно эта сфера. Спасибо вам, Евгений Юрьевич, за такое полное разъяснение, объяснение всех вопросов. В принципе, наш час трендов подошел к своему завершению. На сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго, друзья. С Богом! Благослови всех, Господь! С Богом! Продолжение следует...